Крышка Это там будет, там увидите, не перепутаете, от него 3 четверти осталось, угол быломострован, нижний Монолит? Да, монолит, не составлено То есть это все выхрегировано? Ну, чем-то, чем-то выбрано Тикеты выше ранее Легенда Есть легенда о том, что это были персидские Это фараон персидского происхождения Это был персидский период Они это здесь управляли И они взялись за то, чтобы возобновить именно религию и магию древнего царства Потому что там пуху якобы 4-5 династии И вот они взялись именно опять за мегалитическое сооружение, большое все строить Вот он, один из, сейчас не помню, какой из этих фараонов Якобы, который поставил этот саркофаг Его настолько не любили, он настолько разрушал, не знаю, и воевал со всеми Что он был таким злодеем или непонятным кем, которого они хотели похоронить Под таким саркофагом, откуда он никогда в жизни не освободился И поэтому его поместили в такой один из этих саркофагов Конечно, никакой мумии, ничего здесь не нашли, никакого человека Вот такие штуки Хотя, вот Денни Кенн, он тоже говорит, что здесь инопланетян кормили и боялись от них там И вот открывали там большую трюшку Ну, насколько это сейчас правды нет, трудно судить Ну то, что саркофаги, вот как они и есть открыты, приоткрыты там, если дальше пойдем, пойдем все приоткрыты Вот так и нашли Никто из людей не отрывал Не, ну, когда Мариат нашел Никто ничего не отрывал Только один из них, тот, что взрывал, он был закрыт Он тогда динамитом взорвал В середине у меня были Места разломан Вот С ними это интересно Так что место такое, достаточно странное и страшное Это открыли только в 2012 году До того, это было закрыто абсолютно для туристов И Скляров Води попал сюда в каком-то там, в 2008-10 Первый раз тогда, когда он пришел И там уже какие-то разрешения там, когда все эти были прикрыты чем-то Ну, многие подозревают, что вот эти железные каркасы ставили для того, чтобы посмотреть, что под саркофагом Чтобы их поднять Или приподнять, приподнять, чтобы посмотреть, что поднять Потому что там дальше вы увидите железный каркас и он вообще не прикасается к этому, к потолку То есть он, по сути, ничего не держит на себе И то, что, ну, там дырки, если бы там поставили какую-то сетку, там более Такой компактный каркас был бы А там просто каркас с железной палкой Три-четыре идут Между ними красота В принципе, без потолок засыпано, ничего не держит Ну, если ты, потому что вы самый модный клиент не думали Ну, да, максимум не готов Ну, ничего не из технологии Камера вот Ну, вот так вот Под саркофагами, вроде, есть диаметр Небольшое управление Ну, как куда машины заезжают, чтобы ремонтировать Что такое под саркофагом Здесь, конечно, их нигде не видно А там это видно И там под саркофагом тоже надписи Я не понимаю, зачем, если там саркофаг И их удостоял Или что И камбу тут полно такого Ну, и один очень большой саркофаг Он больше, чем этот А вы саркофагами заходили? Да, я был там два раза Нелегально? Ну да, нелегально Вначале, чуть-чуть тогда было попроще Сейчас не хотят открывать Ну, а тогда мне Смотритель Он камнем отбивал Открывал Ну, тогда никого не было Я летом приходил, но там не открывал Это было года два назад Потому что он не хотел Я надписи очень хотел поснимать Чтобы потом, если что, им дали кто Друзям, дать что-то перевели Что за текст там пишет Потому что текстов в отчетах Нигде нельзя найти их Мне интересно все это О чем же могут идти речь Вообще саркофагов есть три С текстами Из двадцать четырех Все другие не имеют текст Это один из них Здесь один Потом вот здесь маленький Есть второй И там в конце еще третий Другие не имеют текста Это я не знаю о чем А перевода нет этого? Нет перевода нет У второго перевода просто Титул форона Это датируется в саисским периодом То есть это там Двадцать шестой, двадцать семья династия Четыреста пятьсот лет до нашей эры И просто имя фараона И его тип Кто он такой Он любил горы Василиса И так дальше Все В принципе каждый саркофаг Из этих троих Имеет название Если там Если что Тут дядя пришел Хабаш Там Он не знакомый Я ему это высылал Да 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 Здесь идет помещение Вот сюда Вот идет так Прямо-прямо Потом идет по другому Вправо То есть там не тупик Не тупик Идет вправо чуть-чуть И все И там тупик засыпан Да Туда я нашел Ты здесь входил? Угу Здесь входил То есть вот это все это сделали руками Ну это уже новое Это все новое Это все новое дело Да Ну вот здесь нету боссов А обычно боссы есть А мне кажется Как заметили Например вот этот босс Выступы Выступы Чтобы достать что-то А может они Они должны чем-то были отличаться Они отличались По каким-то предметам Что в этом лежит Да И чем в этом Уже давным-давно А этого ничего нет Посмотрите Чтобы спасти свою планету Вау Да Тебе посмотри Да Ты ее снимаешь? Да А сколько время Ира? 1.44 Это еще не все Нет Есть еще время Нет Рисовали Ну вот Вы Знаете Рисовали Гвоздиком Гвар��는 power Папов Пolph Попробуй Время, они перерабатывают время в солнечную энергию, которая питает это. Я с ним согласен, потому что механизм, как это происходит, переработка, уже более-менее понятен. Мы даже эксперименты провели по обоснованию, что этот механизм может быть использован человеком для своих мужей. Мы научились превращать золото в углерод, железо, цинк и так далее. Ядерными реакциями это тоже можно сделать, но это были не ядерные реакции. Немножко я расскажу об этом завтра. Дмитрий, а вообще козырами работал? Кто-то не занимается сейчас, нет? Мало. Его также считают уже ученым, как из Клярова. По большому счету, академическая наука не признает его вот этих открытий и делят его достижения на две части. Одна часть, там, где он был астрономом, признается, ему даже медаль дали мировую за достижения, в частности, за открытие вулканизма на Луне. А вот в той части, где он говорит о времени, считается, что он немножко умом тронулся и пошел куда-то не туда. И в этом плане он изгой. Но есть группа людей, которые считают, что он здесь не изгой, а гений. И, соответственно, нужно просто более тщательно подходить. Я сторонник этой малой группы и считаю, что мы двигаемся вслед за ним только на другой основе. У него не было глубокой математической или физической теории. Он интуитивно пришел к этим выводам, когда сидел в ГУЛАГе, в частности, в карцере. И тогда поверил в идею, что время может превращаться при определенных условиях в энергию, в новую массу, в какие-то полезные штуки. И эксперименты проводил. Но эксперименты не простенькие, у нас поинтереснее будет. Если он был бы жид, с ним можно было бы поговорить. Я думаю, что он бы быстро воплотил идею нашей концепции и стал бы нашим сторонником. Ну или мы подтвердили его концепцию, но на основе именно физики. Посмотрим. Нужно побольше экспериментов, побольше данных, таких материальных, которые будет трудно отрицать. Кто-то хочет вниз, а уже были. Так, время на сколько? Что там, Наталья? Там фон. Правда, по-моему, или повороты, или... Ну, заканчиваются. Ну, я бы сказала, метров... Метров 10. Метров 10. Ну, ну, у нас 10 метров. Ну, обломку не завалят. Ну... По-моему, он там туда дальше еще продолжается. Просто он там сужается. Может, ты здесь и раз роботы пригласить? Ну, я думаю, что он продолжается. Ну, там тень, конечно, но... И канал фонарка. Посмотри. Ну, далеко там продолжается вообще. Это вот видно где-то по порядку 10 метров. Ну, там... Там длиннее, да. Ну, он завален вот обломками почти до потолка. Ну, длинный, длинный. Вон, наверное, полкилометра в свете. Ну, у тебя лучше свечу. У меня велосипед просто. Там, слушай, внизу вот так вот пощается. Ну, я сейчас посвечу. Почините, по-моему, так немножко, так... Кривольно совсем. Да, он поворачивает направо, вот отсюда немножко, вот отсюда. И конца нету. Нет, он просто уходит направо, да. Да, нет, не стена, он уходит. Потому что он постепенно... Да, уходит, еще как уходит. Да, он немножко поворачивает, поймался в небо. Он даже, он направо туда идет. Почему-то он маленький. А засыпанный, по-моему. Засыпанный. Асиметричный. Почему? Давай-давай-давай, давай еще раз говори. Я забыла слова. Какие слова? Что там забывать? Смотри и говори. Да. В отличие от корид-проэта, они примерно типовые, но в данном случае идет сквозь, потом вертикальный срез. И вот этот поребрик идет не параллельно нижней грани, да, а уходит на нижний угол. То есть обработка такая асимметричная. Один край, от другого отличается. Было бы интересно посмотреть, что с обратной стороны, чем это связано с тем, что. Просто свойство какой-то. А не полный, а не все, что делать. И весь проект. Что-то там, да, не секретали, не волю. Конечно, оно само как-то сидится на человека. Чудо. Чудо, да, да, в дороже ее. А у вас купер-то свечения есть? Что это сейчас? Никакого. Окей, холодно. Женя, посвети. Там есть, что-то. Туда, туда, просто на саркофаг. Как ты светил. Может быть, этот угол, где никого нет. Хочу попытаться тоже залезть. А вот эти грани, вы смотри, они тут скошены, потому что приподняли. И все равно угол идет ровно, 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 чтобы тут сошелся вообще вот как. Ну, сходился, герметично. Да, просто потому что оно приподнято с той стороны. Вот тут тоже оно приподнято. Если так, то вообще просто идеально. Идеально. Мне больше всего поразило, как вот этот капоток мятин с той стороны, снаружи. И заполировано. Окей. Окей, окей. Просто чудеса. Можно я еще сниму? Так, давай, не только. Так, я... Что-то он же ничего не простит у меня. Не получается? Иди сюда. Получилось ловить? Вроде бы, да. А ты можешь встать в одной точке, а я буду просто ходить. Давай. Есть? Угу. Поставь руку, еще так виднее, непонятно кто-то что. Так? Да. Так? Угу. Надо так понять. Слушай, горячий фонарик. Ага. Садить нельзя, горячий. Если ты не живешь, тебе деньги нет. Только, Леталька, у меня здесь лучше. Потому что они ходят в ходы. А других нет так. Нет? А, понял. Вот, да. Вот. Вот это фонарик. Кстати, а где-то 4-й, да, 24-й, это цифрук он стоит. Это обогреватель. Да? Это не фонарик, это пенчика какая-то. Я его держал, не жалю. А там, по-моему, класс, да? Блин, ну все. Держи, готов. Сладится еще. О, а там какой-то девайс стоит. Это древняя цивилизация. Мощь, да, вообще-то. Мощь, да. Вот эта крышка, наверное, флеет, по-моему, весит, наверное. Это же бедный всего. Больше приема классика. Больше. Так, снизу уголки были, он были есть. Или это же вот? Крышка доезжала. Это вообще не размер. Вот. Кстати, интересный момент. Слой на стенке совпадает со слоем на поднижней поверхности. То есть вот известняк слоистый, желтоватый. И видишь, торчит на поверхности. А не является косвенным наподобством, что... Это вот, налившее, да? Оно совпадает вот с этим. Вот с на стену. Вот это совпадает с этим. Это с этим. Смотришь по лентке на саркофаг, он тебя впечатляет. А потом, конечно, соединяем с египетскими, это так. Включение, это как эта секретная военная база. Для хранения... Для хранения... Я не знаю, что кодов, потому что хранение... Ну, да, там все несколько используют, правда. Вот эти. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 снимаем. Давай снимаем. Не, не, вы верю, были фонели. Свечу пережигают. Пережиг, убрать? Да, да, пережиг. О, так еще. Да, она тоже. Неровненько все равно, неровно. Полтура. Миллионы лет. Реформируем. Но лучше, что он показывает только одну линию, а вот если просто куча света светит, то видно будет все равно неровность поверхности. Вот так вот она видна, поверхность самая слоистая. Почему ее не слоистая, да? Нажимаем. Вот это сфоткать, когда телефон стоит сейчас, стоит, стоит, стоит. Слушай, отправлю, подойдусь. Виталий, это Новый год. Нет, оно само как бы светиться начнет. Чудо. Чудо мы обнаружили. А вот какое-то насыщение этих мучей сейчас? Мы никакого. По прихову? Да. Куда? Туда, туда. Просле, это так что-то делаешь? Да, да, нормально. Реально, как ощущения там тебя? Он что, улетел уже? Да. Телепортировался? Что-то он ощутил-то он там. Вот так. Телепортатор. Это же надо было такую конструкцию сделать. Она, например, тут тысячу тонн выдержит может. Потому что что? Ну, я и думаю, что это только информация, что это для поддержки свода. Могли поднимать. Там картофак. Смотри. Потому что то, на чем он стоит, точно, это дело, они сама-то сюда. И как бабочка. Вот нафига такой массивный ящик? Нужен? Серега, залез здесь? Да, пожалуйста. Можно с другой стороны? О. Ёхан, это ты как будто я в району куда-то... Так. Еще, знаешь, нужно добавить звук. А это для Павлова можно сделать видео. Я следующий саркофаг также засниму и ты выходишь оттуда. Знаешь? Оооо. ААААА!!! Опа. Живой? Да, живой. Субтитры создавал DimaTorzok